всем привет сегодня у нас опять очень важная тема эта тема гитарного строя каждый парень хоть раз загонялся над этим когда только вы покупаете гитару первый вопрос который у вас встает это в какой строй настроить гитару вообще как ее настроить про кучу различных строев вы еще не знаете и тут приходит на помощь лучший друг который уже более-менее играет на гитаре и настраивает ее так как играет он соответствует своими там вкусами интересами любимыми командами и так далее впоследствии ну что так и получается как настроили так и погнали сегодня поговорим о том какие строя вообще бывают для каких стилей музыки каждый из них подходит что такое дроп стиль и для чего нужны 7 струнки 8 струнки и в каком строй лучше всего начинать учиться играть если в будущем вы планируете преимущественно играть на чистом звуке то есть речь идет о клине неважно будет звук электро гитары и уж тем более акустики или классической то здесь ни о чем и речи другом быть не может кроме как стандарт то есть ми именно для него разрабатывалась гитара как инструмент именно он обеспечивает максимально востребованный частотный диапазон для вокально песенных композиций именно в нем играет более 95 процентов команд по всему миру но я же еще и пониженные строят для чего тогда придумали 5 струнные басы 7 струнки 8 струнки все эти баритоны для экстремальных стилей музыки до преимущественно все это применяется только в металле в игре с перегрузом давайте послушаем как звучат наиболее популярные гитарные строи при игре с перегрузом звучит музыка звучит музыка звучит музыка Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Звук становится более плавающим Но опять же это можно технически решить с помощью цифровой эмуляции или же толстых струн с бешеным натягом Все это решается Но факт остается факт Так какой же строй применительно используется для какого стиля музыки? То есть если вы собирались играть хэвэй метал, то как вам надо настроить гитару? Или если вы собирались играть гран-кор, как вам надо настроить гитару? И какие строя следует уделить внимание, которым не стоит? Когда я начал играть на гитаре, мне впервые настроили гитару в дроп до Потому что опять же мой знакомый и все мои остальные знакомые слушали System of a Down, Bulfur Valentine, группу Amatory и так далее И я играл в этом строе где-то месяцев 8 Впоследствии я перебрал все строя, все возможные Я даже играл по диезам, то есть когда настраиваешься не по целым нотам, а по полутонам Для тех, кто не знает, на гитаре есть специальные точки вот здесь вот Да, это ноты соль, ля, соответственно, си Точки идут дальше, и они также обозначают те же самые целые ноты соль, ля и си Это заметно облегчает обращение с инструментом Проанализировав всю музыку мира, мы можем сделать определенные выводы То, что стандартные строя преимущественно используются в поп-музыке Но в поп-музыке, на самом деле, оговорок используется вообще все что угодно В эстрадной музыке, в джазе, также в рок-музыке, будь то, скажем, Мэрил Мэнсон или AC-DC И в легких стилях металла, то есть Heavy Metal, World School, да, или же Power Metal Пониженный строй, то есть на один тонн, когда все струны опускаются на два лада Используется в металле, например, металлика или ранее работающие друно в бодом Это популярный ходовой строй, используется в классических стилях металла Дальше, опуская верхнюю струну только на тонн еще, мы получаем популярный строй Drop Do Он используется в альтернативной музыке, а также в мелодичном метал-коре Мелодик метал-коре, потому что остается еще, извините за тавтологию, мелодичность Динамика остается, красочность игры При этом вы можете играть довольно-таки агрессивно и читаемо Дальше, если опустить все струны на полу тона, мы получаем популярный строй Drop C В нем используется и играется тот же самый метал-кор, но преобладающий с минорной мелодикой И с акцентом на брейкдауны Также в нем играются различные стили типа гранд-кор, какой-то там агрессивно-тяжело альтернативы Но здесь уже больше, скорее вот, Death Core уклон, да Если же мы настроим в стандартной аппликатуре или же возьмем семиструнку, то строй на ней будет стандарт C То есть это классический строй с меньшими струнами И сверху еще добавляется седьмая C Также можно без первой настраивать шестиструнку Единственное, что вторую немного смещает для удобства аппликатуры Так вот, эта строй называется стандарт C, без дропа Он используется как и в популярной музыке, в стивае, например, да, в гитарной музыке Так и в тяжелых стиле металла Это тот же самый C, тот же самый диапазон звука И в нем также играется металл Также еще используются ля, дроп ля И фа, но это уже очень редкие специфичные стили О них мы поговорим позже В основном, вы поняли, стандарт, это если самая популярная музыка, да Вы хотите играть большинство песен, которые вы услышите, самые ходовые Понеженный на тон, если же вы планируете играть металл, классический металл, фанат его Дроп ло, дроп си для коровских стилей, да Дескор, металл кор, там повыше, да Стандарт C для тяжелых стилей металла И ля, перешли там слепкнот в него И уж фа это вообще редкость, это скорее джент, мат металл, мешугах и так далее Сделаю заметку, что я искренне считаю извращенцами тех людей, которые настраивают свои акустические гитары, да В дроп до, допустим Группа играет в нем на электрогитаре И также перед акустической гитарой и играет на нем в том же самом дропе То есть не меняя аппликатуру песни Ну вот как вас назвать, я не знаю Но почему нельзя выучить элементарную теорию музыки, она совсем не сложная И играет то же самое по тем же нотам, но правильно, красиво, не мучая инструмент Далее обязательно следует сделать заметку по поводу модных дроп стилей Которые позволяют играть буквально одним пальцем Если вы планируете познать гитару как инструмент Или же хотя бы теорию музыки Музыкальное аппликатурное мышление на грифе гитары То дроп строй кастрирует вашу игру на 80% Я может, конечно, и сказанул лишнего Но давайте прикинем Я не отвечаю, настроена ли гитара у меня Вот так выглядит стандартная минорная гамма, да? При настройке шестой струны в дроп Когда у вас квинта будет зажиматься не вот так вот А вот так Да, как кварта Потому что струна будет настроена сжиматься на 2 лады выше Минорная гамма будет играться Вот так вот Это легко Это сложнее А мажорная А вы будете играть Начинающим ребятам даже в стандартной аппликатуре Тяжело все это выполнить Я взял нормальный медиатор Если речь идет о пентатонике То здесь опять же все ломается Вы уже не сможете играть Вам придется играть Или же стандартную блюзовую минор, там да А вам придется и бац сюда Перепрыгивать, да? Вот это вот Не всем удобно Захотим поиграть терцами с самым богозвучным музыкальным интервалом То есть да там Вам придется вот так вот это делать Удобно? Нет, неудобно Поэтому я уже не говорю о том, что стандартная аппликатура на сценах аккордах с тройной тоникой Здесь вообще невозможно, да? Поэтому большинство песен вы не сыграете в стандартной аппликатуре Блатные тоже выпадают все, да? А если вы захотите сыграть септ аккорд, допустим, ну самый элементарный вот такой вот, да? Как вы будете его зажимать? Так, пожалуйста, все четыре пальца подряд Первый, второй, третий, четвертый, друг подружка А вам придется это делать? Как бы это сделать-то, блядь? Вот так? То есть вот эти три остаются И мизинцем Ну это ж пиздец Вы не сможете быстро, переставляя аккорды, как-то ими маневрировать в такой позиции И тем более Да, верхняя струна у вас будет играться в дроби, да? Но далее-то от пятой струны вы все равно будете использовать стандартную аппликатуру, стандартные гаммы Поэтому это скорее усложнит процесс обучения, чем облегчитывая процесс игры Вам придется каждую гамму, каждый аккорд запоминать в двух позициях, как минимум в двух аппликатурах От пятой и четвертой струны, да? То есть все равно придется научиться нормально зажимать квинты И от шестой струны со своей стандартной обыгровкой Многие говорят, что в дроби квинта звучит жестче, тверже, четче, агрессивнее Ребят, во-первых, или вы играете два месяца И вся проблема в ваших руках, что вы не можете нормально зажать квинту Или же пауэр-аккорд тремя пальцами Или выкиньте нахрен свой Metal Zone Или же дешевый среднестатистический процессор, через который вы играете в компьютерные колонки Измените все это на нормальное звукоусиление Вот тогда ваша квинта начнет звучать жестче, тверже, четче, агрессивнее Если же вы вообще не планируете играть на всех остальных струнах То есть делай риф от пятой, четвертой, третьей струны Какие-то там аккорды, там разная форма, аппликатуры Вас интересуют только тяжелые рифы на шестой струне от первого до двенадцатого лада И образованные от них квинты с помощью одного пальца Тогда идите в бас-гитаристы, ребят Гитариста из вас не получится Да и музыканта хорошего из вас не получится У нас и так дохрена дерьмовой музыки А из не очень удачных гитаристов Получаются вполне себе неплохие бас-гитаристы Речь идет о металле Конечно же в других стилях музыки и к басу Там другая совсем ответственность И другой скилл нужен абсолютно Но как же вы скажете Ведь множество известных крутых команд играют в дропе Таких как Линкен Парк, Парамур, Системов и Даун и другие Да, играют, да, стали популярными Но у них есть концепция Именно из-за своей концепции, харизмы Из-за в частности вокалистов По большей части они стали популярными У вас есть концепции? Оригинальные концепции, уникальные То есть вы собрали команду не для того, чтобы играть как кто-то Быть похожим на кого-то А у вас есть идея Дроп стиль не поможет вам стать круче, популярнее Вам нужна идея Теперь по поводу семиструнок, восьмиструнок и так далее У меня были две семиструнки Это был Ибанес, по-моему еще даже корейский РГ-7321 Рядом из 321 у меня были они Потом у меня также была Динвиндиата там какая-то семерка И восьмиструнка была По-моему Агил или Игил Мне они показались в итоге очень неудобными Не в силу их конструкции, да Потому что благо пальцы у меня по 11-12 сантиметров А в силу их музыкального применения У меня было два режима Или же я играю на шестой струне А седьмой мне просто висит То есть я играю в стандартной аппликатуре Или же я играю с седьмой струны И первая у меня выпадает из-за обычных аккордов То есть так или иначе у меня одна из струн Упадала в силу устройства гармонии на грифе гитары И то же самое с восьмистрункой Есть исключение, когда я дополнял Использовал седьмую струну Или же восьмую струну Как правило я больше играю на семиструнке Восьмая была мне совсем немного Так вот, седьмую струну Как добавить рифс, сыграть его си Не от второго лада пят струны Или до третьего лада пят струны А используя при этом седьмую струну Да, это так, это можно использовать Это при нотном мышлении Но им обычно не страдают молодые многострунники Конечно, есть люди, которые играют на семиструнках, восьмиструнках Которые знают нотную грамоту и используют все это по уму Но у них, как правило, есть еще и шестиструнный инструмент И вообще большая библиотека И они понимают, что это дело специфики Лично мне мешалась или седьмая струна сверху Когда я играл, да, ботными там аккордами Да, каким-то чистым звуком пользовался Или снизу мешалась струна Что тоже ни к чему Поэтому я от них избавился И решил, что если хочу настроиться в си То настрою в него шестиструнку В си стандарт Как я вижу применение семи-восьмиструнок? Во-первых, это специфичная музыка Настоящая из набора музыкальных приемов То есть из свипа Расширенного тэппинга Джента Как правило, это музыка для музыкантов На малую аудиторию Причем для юных музыкантов Как показывает жизнь Более опытные не интересуются этой спецификой И больше волнует аранжировка Так вот Да, в этом случае это, конечно, применимо И второй вариант Когда вам просто хочется Играть на семиструнке-восьмиструнке Вам нравится, как вы с ней смотритесь А ваша музыка довольно специфична Вы очень сильно привязаны к нулю Вы играете преимущественно на низких струнах И эту часть вашего имиджа Не знаю Или же звукосниматели обеспечивают хороший звук Седьмой-восьмой струны Или же инструмент просто понравился Но в любом случае вы ограничены В диапазоне игры на низах Есть такие команды, у которых все творчество Это одна песня То есть все песни играются в одной тональности Привязанной к нулю Все они делаются с одинаковой аранжировкой Одинаковым саундом И здесь абсолютно по херу Какой у вас инструмент И как вы его настроите Хоть каком кверху Потому что играть вы будете строго Свое специфичное И задрачиваться в очень узконаправленном смысле Ну и в конце надо конечно коснуться бас-гитар По моему мнению Да и не только по моему Пятиструнники намного более применимы в поп-музыке И в принципе намного более часто их тому можно встретить Также с активной электроникой Поскольку саунд активного баса Он очень хорошо подходит Он наиболее приближен к такому глубокому Поглощающему электронному звучанию А пассивные датчики они дают более роковские И как раз таки в роке и в металле можно обойтись и четырьмя странами В общем мне пора заканчивать Чтобы видео не превратилось в часовую демагогию Основные мои мысли вы поняли Конечно же вы должны понимать Что я не абсолютный там эталон знаний И все что я сказал весит ровно столько Сколько факты которые я применяю в своей речи То есть мое мнение я так вот не ставлю Как там какой-то авторитет в музыке естественно Просто я стараюсь это все аргументировать Актуально, разумно, полагаясь на общепринятые вещи И стереотипы которые доказали право на свое существование Всем спасибо за просмотр Надеюсь в чем-то просветил Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Я даже размещу наконец-то ссылку на меня вконтакте Я сдался Вы все равно меня находите И постоянно пишите свои вопросы Поэтому она будет тоже в описании Я еще болею Так вот Еще расскажу Ставьте лайки Делитесь в гугл плюсе Всем пока До новых выпусков Пишите Пишите в комментариях О чем вы хотите Новые ролики Обязательно Постараюсь все реализовать Субтитры сделал DimaTorzok